Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я Баба Мурага Лула Хаджиколовна, преподаватель кафедры узбекского и русского языков Педагогического института Бухарского государства-университета. Сегодня мы будем говорить с вами о Пушкине, о русском поэте, драматурге и прозаике, заложившей основы русского реалистического направления, литературный критик и теоретик литературы, историк, публицист, журналист, один из самых авторитетных литературных деятелей XIX века. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве в немецкой Слободе. Отец Сергей Львович принадлежал к старинному дворянскому роду. Мать Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, была внучкой Абрама Петровича Ганнибала, араба Петра Великого. Воспитанием Пушкина, кроме французских гувернеров, занималась бабушка Мария Алексеевна, а также няня Арина Родионовна, передавшая своему воспитаннику любовь к народным сказкам, основы русской и французской грамматики, арифметики, географии, истории и рисования будущей поэты, постигал под руководством домашних учителей. Еще в детстве Пушкин познакомился с русской поэзией от Ломоносова до Жуковского. Пушкин познакомился с русской поэзией от Ломоносова до Жуковского, с комедиями Малера и Бомарше, сочинениями Волтера и других просветителей XVIII века. Раннему развитию его литературных склонностей способствовали литературные вечера в доме Пушкина, где собирали видные писатели. В лицее поэт написал свои первые стихи. Вов к родному языку маленькому Пушкину привыли бабушка Мария Алексеевна Ганнибал, превосходно говорившая и писавшая по-русски, и няня Арина Родионовна. В 12 лет Александр был отвезен учиться в новое, только что открывшееся 19 октября 1811 года, учебное заведение Царско-Сельский лицей под Петербургом, место, где располагалась летняя резиденция русских императоров. В лице поэт написал свои первые стихи. Он сотрудничал с рукописных лицейских и был членом кружка лицейских новеллистов и поэтов, которые собирались по вечерам, сочиняли повести и стихи. Поэтический талант юного Пушкина был признан товарищем полицею Дельвигом Пущиным Карамзином, корифеями русской литературы Державиным Жуковским Карамзином. В своих правах лицей приравнивался к российским университетам и находился под особым покровительством Александра I. В лицее принимали дворянских мальчиков 10-12 лет по результатам вступительных экзаменов. Императорский Царско-Сельский лицей был создан для образования и воспитания юношества и предназначенного к важнейшим частям службы государственной. Учебный год в Царско-Сельском лицее продолжался 11 месяцев. С 1 августа по 1 июля лицей был закрытым заведением. В течение всего периода обучения воспитанники не имели права покидать пределы Царского села. В каждой комнате железная кровать, комод, конторка, зеркало, стол, стул для умывания вместе и ночной. На конторке чернильница и подсвечник со шипцами. Пущин. Записки о Пушкина. Пушкин сохранил лицейскую дружбу и культ лицея на всю жизнь. В 1819 году он вступил в член литературного театра сообщества «Зеленая лампа», которым руководил Союз Благоденствия. Дома он много читал и писал политические эпиграми и стихи. К этому периоду относятся стихотворения «Вольность» 1817 года, к Чадаеву, которые, хоть и не публиковались, были широко известны. Еще до окончания лицея в 1817 году начал писать поэму «Руслан и Людмила», который закончил в марте 1820 года. В 1830 году поэт сделал предложение Наталье Гончаровой. У них родились... В 1815 году Пушкин с триумфом прочел на экзамене свое стихотворение «Воспоминания в царском селе». В присутствии знаменитого поэта Державина. Срок пребывания в лицее кончился летом 1817 года. 19 июня состоялись выпускные экзамены. Лицей заменил Пушкину детство. Лицей был закончен, детство прошло. Началась жизнь. Пушкин переехал в Петербург и поступил в коллегию иностранных дел в чине коллегского секретаря. Но служба мало интересовала его. Он увлекался театром, балами, стал участником разных литературных обществ, завел много знакомств. В первые годы по окончании лицея им были написаны стихотворения деревни Домовому Кчадаеву о довольности поэма Руслан и Людмила. Сразу после окончания лицея в 1817 году и вторично в 1819 году, после тяжелой болезни, Пушкин приезжал в имение матери с Михайловской Псковской области. Село Михайловск. Идея гражданской свободы нашли отражение и в стихах, и в произведениях юного Пушкина. Пушкина подобно сослали в Сибирь. Он наводнил Россию возмутительными стихами. Вся молодежь наизусть их читает. Таково было решение царя Александра I. Хлопотами друзей вместо Сибири Пушкина сослали на юг. В конце июля 1824 года ссылка в родительские имения Михайловской Псковской губернии. За три года ссылки написаны «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», а также «Узник». Песень о вещам Олегии начат роман в стихах Евгения Онеги. С имением своей матери в село Михайловской Псковской губернии Александр Сергеевич Пушкин был связан на протяжении всей своей зрелой жизни с 1817 по 1836 годы. Утром и днем Пушкин обычно работал, потом уезжал верхом или уходил в село Кригорское, где жили соседи, с которыми он был хорошо знаком. А вечерами, когда за окном была выловьюга, он снова, как в детстве, слушал нянины сказки и песни. Вот как поэт писал брату в письме «Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки. Что за прелесть эти сказки? Каждая из них поэма». Настоящим кладом была для Пушкина каждая сказка его доброй и самобытно талантливой няни Арины Родионовны. «Он все с ней, коли дома», вспоминали дворовые люди с Михайловского. Многие ее сказки Пушкин использовал впоследствии как сюжеты собственных сказок, стихах. Забота и любовь Арины Родионовны скрашивали поэту ссылку. Пушкин по-настоящему крепко любил свою няню и написал несколько трогательных стихотворений, к ней обращенных. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна, шо ж ты, моя старушка, приумолкла у огня? Или бурю за вонянием? Ты, мой друг, утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка! Субтитры создавал DimaTorzok